Ярким и долгожданным подарком для брещан стал праздничный концерт с участием звезд российской и белорусской эстрады. О том, что вечер будет насыщенным и незабываемым, можно было догадаться по людям, которые в хорошем настроении и особом расположении духа пришли на мероприятие задолго до начала. Этот дух, подъем, состояние души, состояние праздника, это очень здорово, что вот есть такой день рождения, что брещане наши так активно участвуют во всех мероприятиях. Народ как-то воодушевлен, хочется праздника, ну и праздник устраивает, спасибо властям. Нормально, по-моему, все устраивает. И творчество, и красота, и краска, в общем, все, у меня ребенок выступает, вот поэтому и тоже, это мой праздник, посмотреть на ее выступление. Именно здесь, в фойе, перед началом необычного театрально-музыкального зрелища, можно было познакомиться с очень интересными гостями праздничного Бреста. Григорий Дмитриевич Коваленко приехал в Беларусь впервые спустя много лет. Когда-то ветеран освобождал Синеокую, сегодня он живет в Новороссийске. Побывать в городе над Буком мечтал все это время. И, наконец, желание осуществилось. В этом году, значит, совет ветерана на городе Григорий Дмитриевич, как вы себя чувствуете? Я говорю, отлично, а что? Вы хотите поехать в Брест? Я говорю, куда? По телефону, куда? Он в Брест. Я как подпрыгнул вот так. Я говорю, ну, конечно, я пойму. И я вот в Бресте побывал. Праздничный концерт открыло яркое светобое шоу. В его основу легла история становления современного белорусского государства и сегодняшнего Брестского региона, начиная с трагической даты 22 июня 1941 и заканчивая современностью. Праздничная дата – хороший повод сказать спасибо ветеранам. Тем, кто ценой жизни, не щадя себя, отстаивал каждую пять берестейской земли. Кто не боясь пуль, шел вперед, веря, что победа будет нашей. Об этом в своем обращении к брещанам и гостям города над Богом говорил губернатор региона Константин Сумар. Многому из того, что сегодня имеет край, берестейцы обязаны солдатам войны, уверен глава области. Именно на их плечи лег тяжелый период восстановления, который превратил Беларусь в сильное и процветающее государство. Как и в других городах подпись, после освобождения жители Бреста начали активную работу по восстановлению разрушенного хозяйства. И потребовалось действительно огромное трудолюбие и сила духа людей, чтобы только за первую посвоенную пятилетку восстановить и построить более 600 жилых домов, открыть 21 школ и 11 детских садов, создать педагогический институт, открыть библиотеку и краеведческий музей. Но мы всегда с особым репетом будем вспоминать июль 1944 года, который принес нашему народу благожданное срождение и стал точкой отсчета нового периода белорусской истории, семи десятилетий мира и созидания. Большим подарком для многих стало выступление на праздничном концерте настоящей народной певицы, исполнительницы таких близких и каждому знакомых народных напевов, как калинка и рэдшинка Марины Девятовой. Уникальный голос и человеческая простота отличает Марину от некоторых ее коллег по сцене. Талант девушки уже покорил публику многих стран мира. В праздничный вечер Марина Девятова вместе с брещанами и гостями нашего города исполняла всеми любимые хиты. Во время праздничного концерта на сцену вышли и те, кто долгое время называет себя друзьями. Ансамбль «Сябры» уже несколько десятков лет не теряет своей популярности и шагает по жизни вместе со многими сотнями белорусов. Их хиты давно стали настоящим достоянием республики. А слова из песен знают и взрослые, и дети. Праздник удался, но это не повод расслабляться, а время запасать силы и напряженно готовиться. Через пять лет Брест отметит свое тысячелетие, а потому новые звезды и новые вершины еще впереди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok